01.09.2023. Вы с Олегом Соским на моем большом канале. 1 сентября по Григорианскому календарю. По Юлианскому оно будет через 13 дней. Итак, ситуация очень какая-то... Я уже вам делал несколько видео, такая непредсказуемая. 1 сентября обычно, чем характеризовалось всегда, что главные лидеры всегда ходили в школы, в университеты, если позволяла им такая возможность. Ну и что? Если брать Россию, там Лавров пошел, выступил перед преподавателем МГИМО. Анонсировалось, что должен появиться Путин тоже там где-то. Потом вдруг сказали, что он типа в виде обращения сделал, кого-то поздравил. Но по большому счету, вот если просмотреть все их новости, то про Путина что-то сегодня вообще ничего нет. Был на уроке, не был на уроке, поздравил, не поздравил. То есть следов каких-то пока не видно во всех этих главных их ресурсах. Что-то происходит. Панарин очень такой интересный, такой чувствительный же человек, да, делал недавно такой небольшой материал, что что-то где-то какие-то идут очень тяжелые столкновения вот в этом нижней части москвитского айсберга. И это в самом деле, потому что, видимо, какие-то они не могут принять важные решения. То есть слишком много новых поступающих, как говорится, водных. Называется новые водные вспышка. Я помню в армии на нас, когда надевали этот, блин, костюм такой тяжелый, типа против химодических атак. Он прежде всего, конечно, там противогаз, костюм, тебя одевают как этого водолаза. И тебе говорят вспышка слева, вспышка справа. Ну, типа там ядерная. Но я не знаю, как этот костюм может помочь при ядерной вспышке. Вспышка сзади, спереди. Ох, и ты должен прыгать туда-сюда. Это, конечно, безумие. Так вот, у меня такое впечатление, что на Путина тоже какой-то вот такой костюм одели. И ему теперь дают водные. Ему, Шойгу, там, Герасиму. Вспышка слева, вспышка справа, вспышка сзади, вспышка, взрыв спереди и так далее. Естественно, удары по Пскову и были вот эти повредения. Ну, то есть, в целом уничтожено, как бы там ни было, по-любому, минимум четыре ила. Ну, не полностью они, но, видимо, не подлежат восстановлению. Плюс еще где-то шесть других всяких ил. И там еще самолеты, там, ту или так далее. Плюс, по-любому, хранилище с горюче-смазочными материалами. То есть, серьезнейшие повреждения на этом аэродроме. Это, конечно, колоссальный удар по Псковской этой десантной дивизии, но и по Пскову. Что мы можем теперь... Сегодня опять был удар беспилотника по Пскову. Что можем сказать? Зеленский, Данилов заявили, я уже говорил, что, типа, есть оружие в Украине, с 20-го года разрабатывали на 700 километров. С другой стороны, Буданов так это тихенько сказал, что это, типа, с территории России. С третьей стороны, появилась информация, что задействованы все-таки были Эстония и Латвия в этот процесс. Ну, как бы, что, как бы, типа, известно, что, якобы, вот такие беспилотники или самолетного типа, они запускаются с катапульты. Так, не так, не знаем, но, тем не менее. Многие, появилась версия, что били с Балтийского моря. Ну, так, не так, тоже ж непонятно. То есть, одна версия, 700 километров летели, то есть, пробили ПВО Российской Федерации и летели 700 километров, и их никто не заметил. Скорость где-то, пусть, 120 километров в час такой машины. То есть, 700 километров ей пролететь, это, на, ей минимум надо 5 часов. Ну, это достаточно много. А если били с моря, то это, как бы, тоже тут, ну, опять-таки, кто их туда привел, что это за судно были и так далее. Если били с территории России, то тогда вообще много вопросов. Если с Эстонии и Латвии территории, то тогда еще больше вопросов. То есть, для Путина, его банды, это тяжелейший вызов. Тяжелейший вызов. Потому что, если так поразили Псковский аэродром Кресты, то что мешает поразить Рязанский аэропорт? Там, где тоже стоят эти илы, и Рязанская воздушно-десантная дивизия, и Рязанская. Почему нельзя ударить по Рязанскому воздушно-десантному училищу? Там их очень много. То есть, очень все это так неприятно для... Мне так представляется в таком... Для Путина. А может, даже хуже. Сегодня, 1-го числа, ударило два дрона уже по Курчатову. Попали в многоквартирный дом и в админздание. Попали тоже там, где-то в Люберцах, в этот завод. Хотя Собянин клянувся, что они попали, но попали. Который делает какие-то там принадлежности для ракет. Били опять по Белгородской области. По Крыму, по всему. То есть, каждый день наращиваются удары. По Украине ударили два калибра. Один попал в Венецкой области. В предприятие есть люди, пострадавшие, но никто ничего не говорит. И один, типа, не долетел где-то там, на Джитомирской, или где-то в области. То есть, нагрузка на ПВО Российской Федерации настолько большая, что, как я полагаю, что они не в состоянии готовить и наносить массированные удары по Украине. Может, что-то выжидают. Может и такое быть. Важное заявление сделал Буданов. Молодец. Что надо бить по территории врага. Это правильно. Надо бить и наступать. И наступать надо на Валуйке. Разово Валуйке сразу снимется. Вся будет уничтожена операция по поводу захвата Купенска. Ну, боится. Зеленский ему не дают. Байден ему не дает команды. И это самое. НАТО не дает. И Великобритания не дает. То есть, а сам он трус. Ну, увидим, как это все будет. Зеленский, кстати, тоже непонятно. Ходил он где-то, выступал перед кем-то. Не выступал. То есть, какая-то есть такая очень надломленная, очень тяжелая в этом плане ситуация. Ну, по Крыму бьют все время. Практически выехать же. Туда уже никто не въезжает, не выезжает. По мосту бьют, по этим. То есть, Украина наращивает удары по территории Российской Федерации. И оказалось, что Российская Федерация, честно говоря, к этому просто не готова. Бригада Путина. Вместе с тем и ФОМ, и их ЦИУМ провели исследование. Путин там прямо зашкаливает доверие к нему. Больше, там, 75 и выше процентов. Но даже если врут, но все равно очень высокий рейтинг. То есть, по сути, российское население находится в состоянии зомбирования. Но если у них рейтинг Сталина вырос там вообще до какого-то уже больше половины. россиян прямо восхищаются Джугашвили этим ублюдком. И все они страдают сейчас комплексом, что должна быть восстановлена Российская империя. И Украина – это главный враг. То есть, это реальность. Это просто... Эта страна находится, Российская Федерация, в состоянии безумия. В Украине там своя, как говорится, планочка. Но Россия просто сбрендила. Ну, хорошо. Давайте подумаем. То есть, Путин опять что-то... Ну, якобы должен 4-го числа к нему прилететь в Сочи Эрдоган. Вот это важный момент будет. Как будет встреча вообще, как что с Путином и так далее. Видимо, что-то совершенно... Какие-то вещи очень сложные происходят вокруг Пригожина, Уткина, Вагнера, Демина и всех Суровикина. Вот что-то происходит. Пока непонятно что. Плюс, конечно, я вам рассказывал ситуацию на фронте. То, что Украина пробила туда, вот в это Работино и идет на вот эту Новопрокопевку и на Вербовое. Там это трогав, трындит, что там потеряли штурмовые группы на Вербовое. Те там вякают, что там 156 человек украинских вояк погибло там на Новопрокопевке возле этого Работино. Я думаю, это все брехня. Так же, как они типа подбили вот эти катера с украинцами морские. То есть, ситуация плохая для России вот в этом куске Работино и туда. Я вам давал анализ. У меня такое все-таки есть как бы такой сценарий, что, возможно, Украина пробьется до вот этой за неделю, например, может чуть больше, до солодкой балки. И тогда как бы совсем рядом уже Токмак. Его можно напрямую поражать любыми средствами. Просто любыми средствами. А Токмак, потеря Токмака для России это уже, прямо скажем, катастрофа для фронта их. Так или не так, увидим. Но как бы линия такая складывается. Складывается. То есть, скажем так, украинское руководство задало какие-то армии, такие какие-то задачки, загадки для Москвы, которые для нее, для руководства, ну, не очень неприятны. И здесь тогда, то есть, ну, да как бы, давайте вот попробуем, вот стратегическое управление, методы применим. Попробуем, ну, влезть Путину в голову его, там, этому, Галушке или еще там кому-то, Могилевичу, Шнайдеру или Абрамовичу мы не сможем, да. Но предположения кое-какие мы можем сделать. То есть, первое, что абсолютно реально, это наступление Украины вот на этом участке. Работина и вербовое Новопрокоповка. Оно, этот, этот успех Украины вот здесь абсолютно был непредвиден бандой Путина, Шойгу Герасимова. Раз. Второе, они абсолютно не предусмотрели ударов эффективных беспилотников и прочих ударных средств по своим территориям и потерь, которые есть. Ну, Москва вырублена. Реально, каждые сутки отменяются вылеты из Домодедова, Внукова, там, иногда Шереметьево, там, и так далее. Это реальность. Ну, 100 рейсов отменить за ночь, это полный коллапс. с авиационной системы. То есть, столица российского государства не в состоянии сегодня, по сути, нормально функционировать. Перенос боевых действий, перенос войны, по сути, на территории России в виде ракет, беспилотников, это, конечно, то, что совершенно Путин не предполагал. Если сейчас будут несколько бригад, перейдут границу и захватят Валуйки и Уразово, и вот этот вертолетный, там, так сказать, систему, то, конечно, этот аэропорт, ну, этот, где вертолеты стоят возле Валуек, это будет просто крах их. Значит, что-то они должны предпринять, ну, как бы, они все время говорят, ну, Гурмлев, я вам говорил, говорит, надо нанести тактический ядерный удар по работе, на и по всему этому куску. Ну, такмака, то, что такмака не будет и прочее, это понятно. То, что уничтожены будут минимум там, пять тысяч сразу российских вояк, это тоже понятно, может больше облучиться, там, ну, облучение будет, это тоже, ну, это, в принципе, катастрофа. Удары по Курчатову, это, конечно, наконец-то стали бить, хотя бы беспилотниками. Это тоже серьезнейший прорыв. Путин ничего сделать не может. Что они уже четко понимают? Особенно, сейчас опять, Германия дала пакет, десять леопардов и так далее. Плюс, вдруг, Швейцария вроде согласилась продать двадцать пять леопардов Германии. Ну, ясно, что Германия их даст Украине. Это беспрецедентно. Греция передает тоже по кругу. У нее там семьсот этих леопардов, леопард один, зачем они ей нужны. То есть, по-любому, плюс десять уже появится, наконец-то, американских этих Абрамсов в сентябре. Они мощнейшая такая штука, которая прорыв может сделать только так. То есть, очень много вызовов, очень много вызовов для москвитов. На 300 тысяч баррелей они в сутки опять уменьшили добычу, чтобы удержать цену. Ну, сегодня удержали, завтра она упадет. И что же им делать? Что же делать? Начались выступления оппозиции в Зимбабве, то есть, Африка. Африка, Габон, уже все четко. Бывший президент Габона малярией заболел. Ну, то есть, короче, что-то у него там не так, как надо, хотелось бы. Ну, они заявляют, но так или не так, ну, короче, какие-то проблемы у этого президента начались. Габон очень жестко ориентирован тоже на Россию. Центральная Африканская республика тоже, то есть, Судан, Южный, там, короче, все больше африканских стран тяготеют все более к России. Макрон заявил, что они будут военно в плане Нигер, так сказать, ставить на место, плюс сейчас ЕС заявил, что будут очень большие санкции для Нигера. То есть, ситуация прямо по часам ухудшается каждый час. Что делать Путину? Западу тоже не сладко, но что делать Путину? Боррель заявил, что еще 40 тысяч вроде как украинских войск подготовит, Испания 3000 солдат украинских подготовила, сейчас опять. То есть, ничего сделать, уже понятно, фронт для Путина потерян, и это все украинские фронты они пробить не могут. Более того, реально, то есть, если Украина будет в сутки запускать минимум, скажем, вот таких самолетных дронов хотя бы где-то минимум 100 штук, то, конечно, Московии будет чрезвычайно плохо. Что еще понимают москвиты? Что уже дело не в Украине, а дело в западном мире. По-любому все идет, марте выборы у Путина, потому что сентябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, потом сколько той зимы, да? То есть, получается, сейчас восьмой месяц, в третьем месяце выборы. Надо же предвыборную кампанию вести. То есть, два месяца считай, и здесь уже восемь прошло, четыре. То есть, полгода осталось выборов. А ничего хорошего нет. Есть только, есть более тревожные все события. Более того, есть инфляция и девальвация рубля. Рубль опять летит. Опять один доллар, они все долларизация, долларизация, один доллар. Сегодня на биржах первого сентября пробило 5.96. Идет к 97. То есть, опять все идет к сотке. Они подняли опять на 0.25 ставку Центробанк, а оно ничего не дает. Оно не дает. Более того, у них абсолютно Газпром не имеет доходов. Он, по сути, банкротом может стать. То есть, у них очень тяжелое финансо-экономическое положение, а расходы на оборону все время растут. Ну, Ну, сейчас будем посмотреть, сколько они покажут по трем кварталам. То есть, сентябрь это окончание третьего квартала. Сколько будут расходы на оборону? Они все равно их покажут. То есть, скорее всего, они выйдут по этим девятим месяцам, у них по кругу будет 12 миллиардов долларов каждый месяц на оборону. но это безумие. То есть, если они выйдут на 15 миллиардов в четвертом квартале в месяц долларов, они не смогут выдержать. У них нет таких сил. Что Путину и его бригаде? Ну, во-первых, опять он куда-то исчез. То есть, здесь же его выступление на первом уроке, на первое сентября, в школу где-то пошел, не пошел, какое-то видеообращение, которое нигде не присутствует. Что случилось? Значит, наверное, какие-то события. События какие? Что-то со здоровьем, приступ какой-то или что? Или какая-то опасность со стороны Вагнера усилилась? Или какие-то идут совещания тяжелейшие? Какие-то типа там инициации экстрасенсорные? То есть, что такое? Что происходит? То есть, что? определяются, что будет удар по Латвии и Эстонии? Или просчитывают, куда ударить? Или по Польше? Или по всем четырем ударят? Но это было бы логично, но тогда надо, чтобы боевые действия начались сразу и в Африке, чтобы Запад оказался задействован сразу на нескольких направлениях. То есть, ситуация какая-то совершенно безумная. Но можно четко сказать, что вот такая как бы это выразится реактивность Зеленского и его корпорации войны и переход к новым, более радикальным и таким экстремальным действиям, они для России и ее руководство оказались совершенно неожиданны, неожиданны, они не ожидали этого. И идет, поскольку руководство Украины все время эскалирует эти действия, вот, наращивает удары по России, наращивает удары на фронте, хотя там гибнут, конечно, тысячи украинцев инвалидами становятся, то есть, появляется какая-то ментальная безумие с двух сторон. Ну, должен быть как бы ответ со стороны Путина. Вот сегодня первое сентября, давайте наблюдать, что же может происходить. Но ситуация очень-очень напряженная, тревожная и хаос просто разрастается на глазах. Ну, прежде всего энтропийный, некое некрофильный энтропийный хаос разрастается. Ну, такой бы я вам сделал небольшие зарисовки, анализ с точки зрения ситуации, именно складывающейся в Российской Федерации в противоборстве неожиданных кодов с Украины и тех возможных шагах, которые должен сейчас предпринять московский режим. Ну, по своей сути, геноцидный, конечно, людоевский режим. Это надо подчеркивать все время. Вот что они предпримут. То есть, у них, как бы, есть, так это, если заканчивать, есть три направления. Это Украина, удар по городам, мощнейший может быть, где-то так, в районе 100 ракет, 100 дронов, минимум должен такой быть удар. Удар, ну, взрыв в Африке, боевые действия, чтобы ввязать туда Францию и другие страны. И удар, внутренний удар в Эстонии и, например, в Нарве выход людей на улицы и Латвии, Рига, например. Ну, вот так. Может быть, даже поход тех самых в Польше по Сувалковскому коридору, Литовский Сувалковский коридор, сразу три таких. То есть массовые какие-то удары по всему Балточерноморскому и Африканскому куску Меридиана. Ну, я так думаю. Давайте будем наблюдать. Ну, еще раз говорю, не сидите, выезжайте. Выезжай, особенно с Польши. В Польше вообще ничего хорошего не будет. Литва, Латвия, Эстония, не сидите. Может быть, удар по Финляндии. Вполне возможно. Финляндия, Норвегия может быть. То есть что-то готовится, что-то, как это в песне поется, в воздухе пахнет грозой. Вы с Олегом Сускин на моем большом канале. Второй Сускин не усмотрите. Тоже там много интересного. До новых встреч.